Здравствуйте! Меня зовут Наталья Апара. В прямом эфире итоги на телеканале Репортер. Начнем выпуск с топ-темы последних дней. Обрушения старых домов в Одессе уже стали печальной тенденцией. 5 ЧП за 2 месяца и чудом без жертв. На этой неделе на Ясной 10 обвалилось очередное здание. Памятник архитектуры. Разрушены 4 квартиры. 24 человека пришлось эвакуировать. Один житель пострадал. Опасность дальнейшего обрушения сохраняется до сих пор. Но спасатели рискуют жизнью и продолжают разбирать завалы. Юлиан Аксенов побывал на месте спустя считанные минуты после инцидента. Очередной обвал в Одессе. На этот раз обрушилось сразу 4 квартиры в доме памятники архитектуры на улице Ясной. Пришлось эвакуировать 24 человека. Еще один пострадал. У него рваная рана ноги. Приступить к разбору завалов с самого утра спасатели не могли, так как существовала угроза утечки и взрыва газа. На его отключение ушло очень много времени. Теперь разбирают обрушившиеся конструкции вместе с кинологами. Они проверяют, не остался ли кто-то под завалами. В 3 часа ночи дом на Ясной 10 разбудил жильцов тревожным треском. Через несколько секунд часть дома вместе с комнатами сразу 4 квартир рухнула вниз. И смотря на позднее время, обошлось без жертв. Правда, не без пострадавших. Один из жильцов оказался в опасной зоне обрушения, но чудом отделался рваной ноги. Ну, он получается, что был именно в этой части квартиры, которая обвалилась. И так как он не видел, что пола уже нет, он попытался выбежать из комнаты. Просто вот провалился вот этот обвал. Это с какой высоты? С третьего этажа. А где он сейчас? Сейчас ему наложили швы, отдыхает. Это было очень страшно. Я успела испугаться. Дело в том, что вы знаете, так вечером такое какое-то потрескивание, ну, какое-то такое чересчур уже непонятно. Ну, все равно у меня мысль не закралась, что это прямо может быть вот такая вот ситуация. По словам родственников, мужчину отправили лечиться амбулаторно, но в обед он вернулся в больницу. Ночью ему была оказана первая медицинская помощь, он был обследован, выполнено хирургическое пособие. В дальнейшем больной отказался от предложенной госпитализации, что зафиксировано, и покинул приемное отделение. В 11.45 он повторно обратился. Для госпитализации уже был более детально дообследован. Сперва он отказывался. И сейчас состояние его стабильное, средней тяжести. О том, что памятник архитектуры давно вызывал опасения, говорят все местные. Построенный в 1912 году, он дошел до наших дней внешне крепким. Но это лишь косметика, уверяют жильцы. Дом сильно кренился. Со всеми дверями по всей этой линии, которая обрушилась. И вот постоянно сижу на балконе, курю, каждые пять минут слышу, что сыпется шпаклевка, краска. И новые трещины почти каждый день появлялись. Люди жаловались на постоянную протечку воды на первом этаже, которая, по их словам, заливала фундамент. Но коммунальные службы на это никак не реагировали. В мэрии заявили, что в 10 квартирах зарегистрировано 38 человек, а проживало 24. Часть уже отселили. Чиновники озвучили и предварительную причину ЧП. 11 человек отселены в лагерь Мрия. Остальные отселены к родственникам, друзьям, знакомым. Причина обрушения в настоящий момент устанавливается, но уже по визуальному осмотру видно, что, скорее всего, этому причину была реконструкция самовольная в квартире на третьем-четвертом этажах. Визуально при осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами. К моменту нашего прибытия на месте обрушения работали почти полсотни спасателей, кинологи и пять единиц техники, не считая подмогу от горзелентреста и местного ЖКС. Сразу начать разбирать завалы долго не удавалось. Складности были, по-перше, с отключением от газопостачения строительства, потому что, чтобы отключить данную строительство, нужно было вырвать яму біля строительства, найти эту трубу и сделать певні роботи, щоб не відключати від газопостачання весь район. Тому невелика затримка была в цьому. Надалі була складність в деревах, які зелентрест разом з рятувальниками прибрали. Спасателям удалось достать из заблокированного двора невредимый автомобиль, тогда как другой машине, оставшейся на улице, вероятно, предстоит отправиться в утиль. Остальным жильцам приходится решать куда более серьезные проблемы – найти приют для пожилых родителей. Проблема с мамой, которой 94 года, и которая участница Великой Отечественной войны. И поэтому прошу, чтобы определили куда-то какое-то социальное учреждение, потому что атрофия зрительного нерва. Ну, 94 года участница войны. Представляете, что пережила? Жильцов ближайшего дома эвакуировали. Спасателям нужно провести контролируемое обрушение для разбора новейших конструкций. Соседи аварийного здания спешно покинули свои квартиры, прихватив с собой ценности и животных. Спешки собирали котов. Три кота, вон, двух этих. Забрали котов, попугая, чтобы животные не погибли вдруг, нечаянно. Я еще не спал. Получается, слышно было, что сначала где-то за час до обвала был сначала небольшой какой-то, ну, не треск, а даже кусок дома обвалился, потому что я еще вышел, посмотрел. Кусок дома обвалился, небольшой, вот прямо возле ворота. А потом еще часик прошел, я как раз собирался спать и треск сначала окон. Видно, что окна повылетали, а потом весь дом свалился. Там буквально секунд 10 шум. Интересно, что в разборе завалов спасателям помогают специалисты из строительной академии. По их мнению, причиной обвала могла стать роковая комбинация протечки воды и перепланировки квартиры. Особенно грешат профессионалы на вот эту бетонную плиту на деревянных балках. На нескольких сайтах недвижимости по этому адресу продают шестикомнатную двухуровневую квартиру с дорогим ремонтом. Ее площадь целых 298 квадратных метров. Можно только представить, какой объем работ был выполнен для этого. Виновен ли владелец апартаментов в обрушении, должна установить экспертиза. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». И к другим актуальным темам. Огромные нефтяные пятна на воде, сильный запах и опасные последствия для здоровья отдыхающих. Затонувший больше полугода назад танкер Делфи настойчиво напоминает о своем присутствии. В жару он стал настоящей экологической катастрофой. Нефтепродукты испаряются и оседают на воде. Пятна с токсичным топливом растекаются по одесским пляжам. Но это никак не ускоряет решение проблемы. Полиция лишь составляет протокол, а экологи отбирают пробы. Подробнее о проблеме расскажет все тот же Юлиан Аксенов. Курортный сезон стартовал, а многострадальный танкер Делфи остается на пляже. Судовладелец много раз обещал его убрать, но, как говорится, ввоз и ныне там. И пока все возможные службы и ведомства спорят, кто из них ответственный за это, печальная достопримечательность Одессы медленно превращается в экологическую катастрофу. Сейчас из него вытекают нефтепродукты, оставляя маслянистые пятна на воде и неприятный запах. Почти 8 месяцев на правом борту и столько же обещали убрать аварийное судно с пляжа. Тогда, в ноябре прошлого года, сразу после крушения и спасения экипажа, из судна вылилось топливо и машинное масло. Была надежда, что больше ЧП судна не принесет и его уберут. Но сейчас, когда все ищут спасение от жары в море, танкер продолжает отравлять воду. Танки помыть нельзя. Танкер, который возил нефть, на нем все равно на стенках остаются нефтепродукты. Под солнцем, вы же понимаете, сейчас железо, оно нагревается и, соответственно, будем говорить, это тает просто нефтепродукты, оно выливается в воду и все. А при шторме боны не могут сдержать силу и оно потихоньку вытекает. На воде вокруг танкера отчетливо видны маслянистые пятна. Больше всего их вдоль пирсов. Спасатели говорят, что каждый раз, когда вытекает топливо, они об этом сообщают. На месте появляются полиция и экологи. Одни утечку протоколируют, другие отправляют образцы воды на экспертизу. Охрану опасного объекта поручили городским спасателям. Вот только должными полномочиями их не наделили. У нас нет полномочий, как у полиции или как у погранслужбы, которая может на сегодняшний день просто, ну, согласно закону, иметь законные основания для задержания, допустим, тех или иных людей, которые там мародерничают или еще что-то делают. Спасатель обязан предупредить нарушителя по громкоговорителю, а в случае опасности для его жизни спасти. Если ситуация неконтролируемая, вызывают полицию. Вот только с утечкой топлива так не получается. На самом пляже, где затонул Дельфи, людей немного, но есть даже мамы с детьми. Отдыхающие говорят, что опасности не видят и пятна на воде их ничуть не смущают. Смущает, ну а что сделаешь? А на другой пляж не хотите пить? Да он, моя вся родня, вот на пляже рядом. Поэтому я сюда пришел чисто, ну, просто здесь как-то уютнее. Судовладелец постоянно сдвигает сроки эвакуации танкера. Порт от достопримечательности открещивается. Остальные кивают на следствие. Мол, судно вещдок и никаких процессуальных действий на нем не проводилось. А значит, трогать его нельзя. Заочное перетягивание каната в прямом смысле слова выливается в экологическую катастрофу, о последствиях которой можно только догадываться. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал, Репортер. В Суворовском районе заработала выделенная полоса для общественного транспорта. Нововведение появилось на Южной и Николаевской дорогах. По графику выделенные полосы работают на Николаевской дороге утром с 7 до 11 утра. На Южной и на Атамана Головатого круглосуточно. И уже появились первые жалобы от водителей. Увы, стало больше и пробок в час пик. Некоторые автолюбители нарушают правила и едут как по полосе, так и по тротуару. Сама реализация этого проекта разделена на этапы. Первый этап это сегодня движение до ярмарочной площади. Конечно, сегодня не все жители были проинформированы, хотя изначально коммунальным предприятиям СМЭП были заранее размещены информационные знаки. Тем не менее, если мы говорим о развитии города, то сегодня одним из самых главных акцентов и стратегии города является развитие общественного транспорта. Вы уже знаете, что аналогичный эксперимент и достаточно удачный был произведен на улице Решилевской, и поэтому развитие и создание дополнительных полос общественного транспорта – это логическое продолжение той стратегии, которую мы делаем в городе. На этой неделе Одесский горсовет провел, пожалуй, самую рекордную по продолжительности сессию за последние несколько лет. Депутаты заседали почти 10 часов. Среди множества рассмотренных и утвержденных вопросов были на повестке дня и предложения Украинской морской партии Сергея Кивалова. За день до сессии актуальные предложения обсудили депутаты фракции политической силы. Подробности насыщенных рабочих дней в материале наших корреспондентов. Десятичасовую сессию горсовета предваряло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Депутаты политической силы обсудили один из важнейших вопросов – необходимость внедрения городской программы по внедрению иммунного паспорта гражданина Украины. Документ в ближайшем будущем будет введен на общенациональном уровне. Это очередной социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова, который был запущен университетской клиникой Одесского мединститута Международного гуманитарного университета. Наличие таких документов обусловлено последствиями пандемии коронавируса. Без иммунного паспорта перемещения между странами будут проблематичны. Лидер партии Сергей Кивалов уверен, такой документ должен быть доступен каждому Одесситу. Мы провели эксперимент. Понятно, что это эксперимент, который сегодня поддержан Украинской морской партией. Так я хотел бы, чтобы все присоединились к этому. Это очень перспективная и нужное дело. Самое важное, мне обычно задают вопрос, а сколько это будет стоить? Вы знаете, это наш социальный проект, и я хотел бы, чтобы все то, что мы делаем в отношении иммунного паспорта гражданина Украины, иммунный паспорт Одессита, но все эти процедуры, если это социальный проект, то они, естественно, должны быть бесплатны. Я подчеркиваю, бесплатны. Это уже не первый социальный проект Украинской морской партии Сергея Кивалова, который получил положительные отзывы у одесситов. Напомню, уже несколько месяцев в университетской клинике Мединститута МГУ делают бесплатные тесты на выявление коронавирусной инфекции и антител. Также клиника предлагает различные виды обследований и реабилитации после болезни. Иммунный паспорт – очередной этап в работе сферы здравоохранения. Еще один важный и актуальный вопрос, который депутаты Украинской морской партии планировали озвучить на сессии – переезд Конституционного суда в Одессу. Сильная правовая школа и многолетние традиции в юриспруденции – серьезные аргументы, чтобы этот вопрос решился положительно. Главное, что и руководство Конституционного суда выступает с тем, чтобы в будущем размещаться в юридической столице Украины. Это было бы историческое событие, подчеркивает инициатор предложения. Больше трех месяцев назад я встречался с Александром Николаевичем Тупицким, председателем Конституционного суда Украины, и мы с ним обсуждали этот вопрос. Возвращались вот буквально месяц назад, еще раз обсуждали. Было очень неплохо, если бы городской совет проголосовал за это предложение, чтобы именно разместить Конституционный суд, отдельную век судебной власти в Одессе. Я думаю, что это здорово, это хорошо, но мы должны еще что-то сделать. Надо показать, что одесситы хотят, чтобы Конституционный суд Украины находился в Одессе. По мнению Сергея Кивалова, переезд такого влиятельного органа власти Конституционного суда положительно скажется на развитии нашего города. Это и толчок в развитии инфраструктуры, и новые рабочие места, и особый статус города. Уже на следующий день инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова поддержали представители всех фракций Гурсовета. С этой просьбой депутаты обратятся к центральным органам власти. Я убеждена, что Одесса – это лучшее место, где может располагаться Конституционный суд Украины. Это новые возможности для нашего города. В Одессе расположена лучшая правовая школа. Инициатива Украинской морской партии Сергея Кивалова в отношении того, чтобы Конституционный суд перенести в Одессу, была проголосована и принята, за что я благодарна коллегам, потому что действительно вопрос переноса Конституционного суда в правовую столицу, а мы убеждены, что Одесса является правовой столицей нашего государства. Мы убеждены, что перенос Конституционного суда в Одессу даст новые инфраструктурные возможности, новый виток, новые возможности для города Одессы. Гордость такая за нашу школу правовую, за вуз, который создал Сергей Васильевич Кивалов и поддержала 33 человека. Это значит, что наше обращение, которое озвучил лидер фракции Асауленко Светлана, поддержали. Это перенос Конституционного суда в Одессу. Я абсолютно на 100% уверен, что это положительное решение, если его примут, это очень хорошо. Еще один важный аргумент в пользу решения теперь уже всего городского совета. Сегодня из 18 судей Конституционного суда 12 являются одесситами. Поэтому предложение основано еще и на желании самих представителей суда. От политики к экологии. Водная фауна Хаджибейского лимана снова страдает. После сильных дождей и резкого перепада температуры начали массово гибнуть креветки, бычок и пеленгаз. Такое печальное явление наблюдается из года в год, когда содержание кислорода в лимане падает до критического минимума. Удушью живности также способствуют постоянные сбросы нечистот. В местах гибели ракообразных побывала Светлана Довжук. В Хаджибейском лимане массово гибнут креветки и рыба. К примеру, со стороны Алтестова к берегам прибило тонны ракообразных и в основном мертвого бычка. Причин удушья может быть несколько. Это и резкое повышение температуры, и банальное загрязнение воды. К сожалению, такое явление наблюдают ежегодно, когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Под палящим солнцем ракообразные быстро сварились и протухли, а зловонный запах ощущается за несколько метров. Местные говорят, к таким заморам уже привыкли. Каждый сезон у берегов села Алтестова на один квадратный метр погибает более 500 ракообразных. Каждый год сероводород получается, и в другой раз и креветка, и рыба всплывает, вода нагревается, и получается. А еще вот воняет она, трава начинает, говорят, дождь туда-сюда, это не дождь, трава начинает гнить, а он же ковыряется, червяков ищет, и начинает тоже вонять. Такая же печальная картина еще несколько дней назад наблюдалась возле объездной дороги. Но сейчас о массовом заморе напоминают несколько удушенных десятков креветок на берегу. Биологи считают, что причиной гибели водных биоресурсов стало общее критическое состояние Хаджибеевского лимана и цветение водорослей, которым аномальная жара как раз на руку. Обычно этим явлением способствует сочетание нескольких погодных факторов, такие как предварительно проходит дождь, после этого происходит резкое повышение температуры воды, и обычно стоит штелевая погода. Абсолютно однозначно, что с повышением температуры воды и температуры воздуха эти заморные явления будут еще не один раз повторяться на Хаджибейском лимане. Наиболее подверженной территорией, наиболее территорией группы риска в этом плане является Полиевский залив Хаджибейского лимана. Из-за того, что в нем ограничен водообмен, и он имеет мелкие глубины по сравнению с остальным лиманом, там эти процессы происходят ежегодно, имеют очень большие масштабы и продолжительное действие. Бой Хаджибейского лимана – сточные воды с полей фильтрации. Огромная фактически канализационная труба каждый сезон опресняет водоем, отравляет его водную фауну и провоцирует развитие вредоносных организмов. Ежегодно, ежеминутно и ежесекундно в акваторию Хаджибейского лимана поступают сбросные воды станции биологической очистки «Северная», которая несет с собой большое количество биогенных веществ. Соответственно, эти биогенные вещества становятся причиной массового развития водорослей, в том числе и синезеленых, после разложения и отмирания которых происходит резкое сокращение кислорода в воде, что и провоцирует массовую гибель донных организмов. Этот замор открыл летний сезон 2020, но, увы, он далеко не последний. Белги не рекомендуют в это время рыбачить и употреблять пищу рыбу и креветки. Как минимум можно заработать аллергическую реакцию и пищевое отравление. Светлана Довжук, Константин Нечерет, телеканал «Репортер». Ошибка ценой жизни. Эксперты отмечают, с каждым годом наркомания молодеет. Все чаще вещества принимают подростки и даже дети. Наркотики становятся доступнее. Их реклама буквально захватила Украину. Название телеграм-каналов, где быстро и анонимно можно купить закладку, пестрят на каждом заборе. За спрос, говорит и статистика. Одесса входит в топ-3 городов страны по количеству реабилитационных центров. И ни один из них не пустует. Как расплачиваются зависимые за минутную слабость и как им помогают справиться с проблемой, узнавала наша Лилия Гарапашная. В тот день Андрей четко осознал, ему нужна помощь специалистов. Теперь же, оглядываясь в прошлое, убежден, наркотики полностью разрушили его жизнь. Я употребляю 12 лет. Начал бухать в год 9. Тянулся до старших. У нас было крутости. Если ты куришь сигарету, то ты крутой. Випив бутылку пива, то ты крутой. И так началось. Только, наверное, перебрал, перегнул палочку. Но я встал и не чувствовал. Это мне комарило в топ-3. Это все начиналось, как обычно. С травки, с улицы, от безделия. И постепенно пришел за травкой к другу. Как к другу, к товарищу. Предложили уколоться, укололся. Даже не понимал тогда, что это такое. В центре реабилитации и Андрей, и Дмитрий не впервые. Возвращаясь домой, сталкивались с прежней жизнью и старой компанией. Сейчас ищут мотивацию, чтобы начать все заново. Эксперты говорят, полностью побороть зависимость получается лишь у 35%. После дозы жизнь превращается в вечное сражение за трезвость. Я приложу все усилия, чтобы не употреблять только сегодня. Эту фразу для тех, кто борется с зависимостью, рекомендуют повторять ежедневно. Помочь найти внутреннюю мотивацию и силы для продолжения этой ежедневной борьбы могут психологи. Все мои усилия нацелены на то, чтобы они были открыты в группе. Поскольку в связи с зависимостью и употреблением химических веществ они практически теряют социальные связи, теряют навык поддерживания социальных связей. Здесь это очень важно. По большому счету, самая основная цель – это выработать внутреннюю опору. Ради чего? Лично для меня нужно сделать вот так. И тогда, конечно, реабилитация проходит гораздо результативнее. Употреблять все начинали по разным причинам. Но никто и не подозревал о последствиях, отмечает психолог. Те, кто борется с зависимостью, рассказывают, сложнее всего осознать и признаться себе, что проблема существует. Первую реабилитацию меня мама отвезла как бы с сюрпризом. И я понял только на реабилитации, что есть какая-то проблема, что я зависимый. Я раньше думал, что это так, употребляю, и ничего страшного. В основном зависимыми становятся выходцы из таких семей, где не давали человеку самостоятельно принимать решения, где не давали человеку самостоятельно отвечать за какие-то свои поступки, брать ответственность. Психолог уверена, зависимость – болезнь семейной системы. Если в семье нет здоровой атмосферы, родители либо гиперопекают ребенка, либо, наоборот, слишком холодны. Жди беды. Эксперты отмечают неутешительную тенденцию. Наркомания молодеет с каждым годом. Это однозначно, можно сказать, то, что к нам обращаются несовершеннолетние ребята, которые 13-12 лет. Брать статистику, наверное, 2014-2013 года. Основная возрастная категория была 20-30 лет, 35. Сейчас это уже ниже становится. Это уже 15-20. Способствовать этому, считает Евгений, может пассивная пропаганда потребления в музыке и доступность наркотиков. К Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня собираются выйти на акцию. Приглашают всех неравнодушных. Главная цель – привлечь внимание к проблеме. Об этом не хотят говорить вслух. Это постыдно, это неприятно, это как-то умалчивается всеми. И зависимым трудно признать, что он зависимый – это опуститься вниз по социальной лестнице. Общий сбор в 11 утра у центрального входа в Парк Победы. В планах закрасить наркотическую рекламу, провести открытую тренировку по тайскому боксу. Лилия Гарапашная, Константин Нищерет, телеканал Репортер. Эпидемия коронавируса – время для новых открытий. Одесские изобретатели собственными силами собрали устройство, которое может защитить собеседников от потенциального заражения. Так называемый барьер притягивает и задерживает различные микроорганизмы, которые исходят от человека. Использовать его можно в любом замкнутом пространстве, например, в магазинах и аптеках. Изобретение в действии видела Светлана Довжук. Устройство электростатического барьера воздушной и воздушно-капельной инфекции. Название столь грозное, что с первого раза и не поймешь, о чем идет речь. Но одесские инженеры тут же поясняют, по факту этот прибор защищает человека от любых вирусов, которые могут находиться в помещении. Принцип его работы просто. Человек при общении, хотите вы этого или нет, он, вот как раньше проверяли, живой человек или нет, поднес зеркальце и оно запотевает. То есть всегда выделяется какая-то влажность повышенная. В этой влажности всегда есть микроорганизмы. При разговоре где-то, как доказано, метр-полтора может проследовать инфекция в этой аэризонной состоянии. На данном случае этот прибор располагается как бы крестом, можно так, да, то есть препятствует, почему называется барьер, потому что через него вот эта аэризонная частицка, она просто пройти не может. То есть он моментально сразу попадает в зону действия излучателя, приобретает отрицательный потенциал и притягивается к удерживателю. На создание воздушного барьера инженера вдохновила изобретение люстра Чижевского. Она ионизирует воздух и насыщает кислородом помещение. Сопременное же изобретение объединило два качества. Оно и улучшает, и защищает воздух. Сейчас мы продемонстрируем работу данной полезной модели на принципе небулайзера. То есть мы с помощью небулайзера будем делать пар, эффект пара, скажем так, ну газ. Вот, и будет визуально видно, как мелкие частицы у нас прилипают к улавливателю. Включаем небулайзер и наблюдаем, как мелкие частички газа у нас направляются в сторону улавливателя. Сейчас можем отключить прибор и увидим, что не будет направления уже в мелких частичках. Ну вот я его сейчас отключаю. Они уже выходят. Да. И они начинают движаться дальше за парьер. То есть видно, что проходят дальше. В магазинах техники уже давно можно купить очистители воздуха. Но, как говорят разработчики, они минимальны, но наносят вред человеку вредными веществами. Преимущество данного устройства – безвредность, возможность увеличивать зону действия прибора и минимальное потребление энергии. Работать устройство может даже от напряжения 12 вольт. Использоваться в консультационных кабинетах, в приемных, в аптеках, там, где приходят больные и через окошко общаются с фарацетом. То есть можно защитить сотрудников данных организаций от заражения воздушно-капельным путем при общении с больными. Она масштабируется, как Женя уже говорил, что это можно вставить и в проход дверной, в коридоре. Доверяем и проверяем, мы решили сами протестировать данное устройство. Так называемый инфекционный барьер. Мы имитируем, что летят частички вируса. И они вот, да, я вижу, как прилипают к этому улавливателю. Себестоимость такого устройства – 3-4 тысячи гривен. Некоторые детали изобретатели собирали собственноручно. В планах у одесских инженеров запустить массовое производство и найти финансовую поддержку, благодаря которой устройство достигнет предела совершенства. Если все пойдет успешно, изобретение обещает сертифицировать. Светлана Товжук, Юлия Апольнова, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами. И до встречи ровно через неделю.